Время говорить подробности и комментарии к событиям, которые обсуждаются в Рязани. Вкратце о сегодняшних темах к разговору. 500 доз на свая в Рязани в ходе проверки рынка на Московском шоссе полицейские обнаружили несколько сотен пакетиков с дурманящей смесью, приготовленных для продажи. Можно ли было спасти СССР? 21 августа отмечается очередная годовщина кульминационных событий знаменитого путча 1991 года, который в конце концов привел к распаду советской страны. Смерть в закрытом обществе. Рязанские следователи раскрыли преступление, совершенное в среде бомжей. Ну а начнем с информации, поступившей сегодня. Рязанские полицейские сообщили о задержании человека, подозреваемого в убийстве, которое было совершено в ночь на этот вторник. Припозднившегося прохожего просто взяли и порезали в ходе банального уличного конфликта. Нож задел артерию на бедре и пострадавший истек кровью. Вот фрагмент вчерашней записи, сделанной в региональном следственном управлении. Около трех часов ночи 19 августа 2014 года на остановке улицы Новоселов 53 микрорайона Дашково-Песочный города Рязани между тремя мужчинами произошел конфликт, переросший в драку. В ходе драки неизвестный нанес 43-летнему рязанцу удар ножом в бедро и скрылся. В результате полученной травмы пострадавший, успев перейти дорогу, скончался от кровопотери возле торгового центра «Шереметьевский». А сегодня утром на сайте областного управления МВД появилось известие о том, что в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска совместно с участковыми уполномоченными задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 27-летний рязанец. Может быть, менее резонансное, но тем не менее, такое же тяжкое преступление было совершено в это воскресенье. А уже в понедельник сыщики знали все о злодеи. И особенности этого дела в том, что совершено убийство было, так сказать, в особым социуме, обитатели которого живут по своим законам и не дай бог никому попасть в это общество. Выезжая на место, оперативники и не предполагали, что это воскресное ЧП, участники которого и свои-то имена не всегда вспоминают, окажется идеальным делом аж с двумя свидетелями. Тревожный звонок в дежурную часть поступил от мужчины, который обнаружил труп. Обстоятельства совершенного преступления были полностью не ясны, ввиду того, что лицо, которое погибло, оно являлось лицом без определенного места жительства. Личность была только установлена по отпечаткам пальцев рук. Все это произошло в заброшенном саду между улицей Горького и улицей родящего города Рязани. Заброшенный сад – заброшенные люди. Вся компания могла найти средства только на выпивку. Прямо на помойке и стол, и временное прибежище. Сам подозреваемый приехал в Рязань накануне из Тамбова. Из 32 лет – часть воспоминаний о местах не столь отдаленных. Семьи у него нет, у него ни родственников, ни родителей, никого нет. Он ранее был неоднократно судим, в том числе последний раз. Освободился только в прошлом году и отбывал наказание за совершение разбойного нападения. Мотив убийства впечатляет. Обещал Виталику отомстить. Оказывается, один из участников застолья, Виталик, недавно был избит погибшим, на что и пожаловался новому знакомому. Тот не растерялся и выступил в роли Фемиды. Андрей, так и так, говорит, меня когда резали, говорит, он мне, я, говорит, упал, у меня кровь течет, а он мне еще, ну, по голове, говорит, топчет. Раз, наверное, шесть, может, вот так, ну, по голове, короче. На кого показывали? На пострадавших. А он где стоял? Он тут стоял. Ага. Вот. Я, говорю, был такой, я сидел, потому что он рядом. А он здесь, да, все стоял? Да, был что-то ругаться, да. Вот, мы все прекрасно так, говорит, слышим друг друга. Говорю, был такой, говорит, нет, такого не было, говорит. Ну, я встал, говорит, что ты не врешь. Я ему два раза ударил. За те сутки, что следователи искали виновника, тот успел и от улик избавиться, и город посмотреть. Даже на качелях покатался. Вот место, где выбросил орудие убийства. В эти мусорные бачки отправились испорченные вещи. Одежда, которая на вас проходила, где в настоящее время находится? У вас. Вся? Да, ну, нет, кроме шорта. Шорта я выкинул. А шорты? Мусорные, мусорные, они порвались. А куда вы выкинули мусорные? Это где? На театр. Это в тот же день? Да. Там же подобрал себе брючки и точно не ожидал, что рязанские следователи сработают так оперативно. За убийство человека задержанному грозит до 15 лет тюрьмы. Еще одно сообщение, полученное по линии регионального УМВД. Полицейские накрыли точку по продаже насвая, жевательной смеси, особо вредной для организма. Насвайная тема заслуживает того, чтобы о ней поговорить. Эта дрянь, распространенная в Средней Азии, обладает определенным эффектом прирожжевывания. Характерные признаки – некоторое расслабление и помутнение в глазах. При употреблении насвая и далее не избежать расстройства желудка и появления волдырей на губах. Если и после этого потребитель не остановится, то последствия могут быть самыми тяжелыми. Так, онкологи Среднеазиатского региона утверждают, 80% людей, страдающих раковыми заболеваниями губ, языка или гортани, употребляют насвай. Так что, по своему зловредному воздействию на организм, он оставляет далеко позади даже самые злые табачные изделия. Более того, полицейская статистика заключает, что, как правило, любители пожевать эту смесь махры, гашеной извести, золы и куриного помета, впоследствии, что называется, пересаживаются на тяжелые наркотики. Сейчас вы видите, как полицейские досматривают торговую точку на рынке в московском округе Рязани. Здесь и велась подпольная торговля на сваям. Это зелье главным образом берут школьники и подростки. Причина – дешево и сердито. Так что продавцы дряни сознательно завозили свой товар, делая ставку на юных покупателей. Для удобства молоденьких несмышленышей на сваи фасовали по порционным пакетикам. В общей сложности недобрые люди приготовили для рязанских детей свыше 500 доз опасной дряни. Гражданин, осуществлявший данные действия, уроженец Таджикистана, но проживал на территории Рязанской области. В настоящий момент по данному факту проводится проверка и в ходе нее по окончанию будет принято судебное решение. Стало известно, что Московская санитарная служба приостановила работу четырех предприятий быстрого питания «Макдональдс». Столичный Роспотребнадзор временно запретил деятельность четырех ресторанов известной сети быстрого питания. Все расположены в центральной части столицы. В информации ведомства, сообщает агентство «Интерфакс», сказано, что в ходе августовских проверок на предприятии были выявлены многочисленные нарушения требований санитарного законодательства. В Роспотребнадзоре пообещали, что проверки заведений в сети будут продолжены. Также сегодня стало известно, что Управление Роспотребнадзора по Свердловской области начало проверки ресторанов «Макдональдс». Они проводятся по жалобам потребителей. Сегодня мы обратились в Рязанское региональное управление Роспотребнадзора, чтобы узнать, как обстоят дела с нашими фастфудовскими ресторанчиками «Макдональдс». Так вот, нам было сообщено, что им проверок тоже не миновать. Более подробной информации на сегодня нет. Ну и еще о проверках. Как известно, рязанские правоохранители проводят рейды по рязанским рынкам. Задача – выявление нарушений правил ввоза и реализации овощей и фруктов. А что к нам порой ввозят, можно только диву даваться. Достаточно вспомнить предыдущий репортаж про Насвай. А на пятой базе в рамках рейда полицейские и сотрудники Россельхознадзора выявили у продавцов ряд несоответствий требованиям нормативных актов. Также в отношении нескольких нарушителей были составлены протоколы. В ближайшее время рейдовые мероприятия пройдут на всех рязанских рынках. Сегодня мы получили некоторые комментарии по поводу совместных с полицией рейдах в региональном управлении Россельхознадзора. Управление совместно с органами полиции заключено соглашение по проведению совместных контрольных мероприятий. По выявлению продукции, которая поставляется из стран, которые подпали под санкции, в настоящий момент проведено три проверки по всем рынкам города Рязани. В основном нарушения касаемые того, что продукция поставляется без документов. То есть страна происхождения не указана, нет наличия сертификатов соответствия. У нас есть 294 закон, который регламентирует работу всех органов, которые осуществляют контрольные надзорные мероприятия. Поэтому хочу сказать, что управление постоянно работает по этому закону. Что касаемо именно карантина растений, это не только контрольные надзорные мероприятия, а также обследование территории, обследование складов. Согласно закона, данная продукция либо возвращается, либо уничтожается. С начала года у нас идет, исчисляется порядка сотни нарушений, даже больше. То есть штраф исчисляется сотнями тысяч. Ну и, разумеется, взыскиваемость, порядка 70% мы взыскиваем по этим штрафам. Сегодня 23-летие кульминации событий так называемого августовского путча в СССР. Событий, которые, в конце концов, привели к распаду СССР. Именно в ночь на 21 августа 1991 года танковая колонна и составы войск, введенных в Москву по приказу Государственного комитета по чрезвычайному положению, двинулась к линии обороны у Белого дома в Москве. Около 20 машин прорвали баррикады на Новом Арбате. В этот момент в тоннеле, блокированном 8 БМП, погибли трое защитников Белого дома. Дмитрий Комарь, Владимир Усов и Илья Кричевский. А утром 21 августа начался вывод войск из Москвы. В 11 часов 30 минут началась чрезвычайная сессия Верховного Совета РСФСР, которая поручила премьер-министру Российской Федерации Силаеву и вице-президенту Рудскому отправиться к президенту СССР Михаилу Горбачеву и освободить его от изоляции. А день спустя Горбачев обратился по телевидению к советскому народу со словами Государственный переворот провалился, заговорщики просчитались. Они недооценили главного, то, что народ за эти пусть очень трудные годы стал другим. Он вдохнул воздух свободы и уже никому этого у него не отнять. 22 августа организаторов путча арестовали. События трех дней августа 91-го привели к новому повороту в истории нашей страны. В последующие несколько месяцев большинство советских республик заявило о провозглашении независимости. А в конце декабря, после подписания России, Украины и Белоруссии договора о создании Содружества независимых государств, Союз Советских Социалистических Республик окончательно прекратил свое существование. Я думаю, что на каком-то этапе, наверное, можно было сохранить Советский Союз, хотя существовали и объективные причины, и субъективные причины, которые способствовали тому, что он развалился. Но, опять же, ККЧП до сих пор много остается за кадром и таинственным. Ну, на мой взгляд, опять же, если посмотреть, то то, как КЧП себя повело, это же было показать того, что система, наверное, себя изживала. Потому что, если посмотреть, и там честь, что это часто событие называют как путь, то, конечно, был пройден он крайне вон плохо. Потому что, ну, во-первых, между самим путчистами были разногласия. Опять же, сами путчисты не знали, что делать. Сначала взялись, там объявили чрезвычайное положение, потом начали колебаться. Опять же, в таких случаях надо, если армию ввели, то надо ее тут же использовать. Потому что армия, если она вводится в город, при этом не используется и вообще не избывается, то, естественно, она начинает очень быстро морально разлагаться и там подобное. Поэтому, ну, если так, опять же, рассматривать вопрос, был ли шанс в Советском Союзе выжить, я считаю, что был. Хотя, в общем-то, может быть, и не такой большой. Но если взять путь, как он уже взял в этом, то, конечно, этот процесс, он крайне ускорен. Потому что буквально на следующие дни, после провала путча, многие союзные республики стали объявлять свою независимость. Сначала пошли Прибалдейские республики, за ними поехали там и Белоруссия, и Казахстан, и тому подобное. Поэтому, конечно, сам путч сыграл крайне негативную позицию. Могли бы мы до сих пор жить в СССР или не могли бы, все это теперь осталось только в размышлениях и предположениях ученых-политологов. История, как известно, не знает сослагательного наклонения. На сегодня у нас все. Передаем слово ведущей программы подробностей Олесе Харлиной. Сегодня она ждет в гости руководителя регионального пенсионного фонда Геннадия Пашина. Речь пойдет, в частности, о пресловутой накопительной части пенсии россиян. Вокруг чего сейчас так много споров и разночтений. Ну, а мы прощаемся с вами. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова